Раз, два, три. Друзья, здравствуйте, у нас гость в студии, зовут Евгений, и живет Евгений в штате Юта, и у него есть канал на ютубе по поводу Юты, и вот он сейчас все расскажет, только вы, может быть, не с канала начните, а откуда вы вообще сами, как попали в Америку, что тут делаете, и вообще вот пару слов о себе, а потом про канал поговорим. Хорошо, здравствуйте, меня зовут Евгений, я изначально из города Волгограда, последнее некоторое время проживал в городе Москва, работал в различных компаниях интернациональных, год назад мы переехали в Америку. Чего делали это в интернациональных компаниях? Я занимался закупками в сфере IT, я занимался бизнес-аналитикой, занимался немножко тестированием, вот, и последний год мы находимся в Юте, в городе Солт-Лейк-Сити, вот, мы, собственно, здесь всей семьей. Вы с мормонами там дружите? Ну, и такое бывает, потому что население, да, такое очень специфическое. Они как-то отличаются вот этой мормонскость, она в чем-то проявляется? Для меня, я вообще, как бы, такие вижу положительные очень стороны, как мы изначально заметили там по Солт-Лейку, по каким-то более таким мормонским городкам, типа Рова, Сент-Джорджи, такие people who care. То есть, все очень как-то вот чистенько, все убрано, улочки как-то все вот натертые, до блеска деревца все ухоженные. Вот это очень здорово бросается в глаза в этом отношении, даже вот Солт-Лейк, Даунтаун, какой-то такой свеженький. Но улыбаются, доброжелательные. Улыбаются, доброжелательные, да. Мы на эту тему тоже делали некоторые видео, и, конечно же, там многие говорят, да все это, чтобы вот они хотят вас к себе обратить. Ну, на самом деле, никакого мы здесь не испытываем там давления или кто-то нас пытается каждый день там с книгой мормона обратить в их религию. Нет, все очень доброжелательные, позитивные. И что нам еще нравится, поскольку у нас тоже есть ребенок, то есть, такой очень kids-friendly вообще, ну, потому что у мормонов очень много детей, и куда бы ты ни пошел, все будет приспособлено. Да, нет, так хорошо. Говорят, что там, вот вы год, да полный год прожили, там цикл, значит, говорят, что там как-то зима суровая, и лето жарко, и как-то вот. У меня просто девочка есть парикмахер в Санта-Крус, я иногда к ней захожу, она хорошо стрижет. Вот, и она как раз оттуда, и я говорю, а что ты? А она говорит, так все хорошо, говорит, ну, невозможно, говорит, ну, климат такой, я, говорит, выросла там, родилась, выросла, говорит, ну, не могу, говорит, ну, правда. То есть, она часто летает, там у нее друзья, семья и все такое, говорит, ну, у вас не было такого ощущения? Нам этот климат очень напоминает волгоградский климат, потому что такие ярко выраженные 4 сезона. А люди-то живут в Волгограде и не понимают, что они уже, господи. А самая пара в том, что в Волгоградской области тоже рядом с Волгоградом, там в нескольких часах езды есть тоже соленое озеро, только гораздо меньшего размера, так что практически такой feels like home. Вот, да, 4 сезона, очень жаркое лето, да, согласен, такая зима, ой, весна и осень, такие переходные очень быстрые сезоны, а зима вот сегодня снегом завалила, допустим, потому что с гор пришел Близзард и все засыпал нам 8 дюймов снега. Вот, потому что это, надо понимать, что это горнолыжный курорт. Вот, мы высоко в горах, очень сухо и может быть снежно, но зима очень мягкая. Не разряженный воздух, лежать нормально? Он не разряженный, он просто очень сухой. Вот с чем мы столкнулись, даже будучи, так скажем, волгоградцами, что вот увлажнитель просто в каждой комнате. А вы хотите сказать, что в Волгограде тоже сухо? В Волгограде не так сухо, просто я начал с того, что климат похожий, но из-за того, что как-то рядом Волга и вот как-то оттуда, видимо, какой-то бриз поддувает, поприятнее все-таки, потому что здесь очень сухо, вот невероятно. Интересно. Ну, хорошо. Так работаете, что делаете? Вот, мы, как бы, изначально у меня еще такой был проект, хобби, который перерос в некотором смысле в работу. Я здесь занимаюсь еще видеографией, помимо своего видеоблога занимаюсь работой для различных небольших бизнесов, делаем различные видеопроекты по их, так скажем, запросам. То есть вы, то, что называется, self-employed. Да, то есть могу и на дроне полетать, могу и в 4К там что-нибудь поснимать, то есть все. И сейчас вот после того, как закончил, собственно, вашу школу, планируем выходить на рынок QA, потому что некоторый опыт был в России, ну и хочется такой какой-то уже стабильности, новых возможностей. Ну, там есть люди, то есть у нас, правда, наоборот это все получалось. У нас ребята, которые здесь заканчивали, ехали туда работать. Есть такие случаи, да. И особенно вот у нас в Сакраменто, есть город, в столице штата, там ребята молодые, когда вырастают, они понимают, что надо ехать, потому что там на месте нет столько возможностей, то есть они когда идут учиться, они уже знают, что куда-то поедут. Поэтому они легкие на подъем, так они снимаются, вот в частности вот такие есть. А есть просто бывает, вот человек жил-жил, никого не трогал, предложили работу, он взял и поехал. У нас была девочка одна, она была, что называется, на сносях. То есть, ну, я даже не знаю, сколько там у нее было там, месяцев 7. Она интервью проходила, она же была на седьмом месте, там на восьмом. То есть это уже было как следует, то есть не скроешь на этом, не то что там две недели. Мы не молчали. Нет, нет. Нет, и она очень переживала, что они ее не захотят по этому поводу. А вышло все наоборот, они так обрадовались. Они говорят, вот, и там, когда вас не смущает, как смущает, куда же ты от нас теперь пойдешь-то? Говорят, вот с нами будешь теперь на всю жизнь. Да, уже здесь под каждой вакансией очень любят подписать, как мы все равны в своих правах, кто бы к нам не пришел. Это само собой, само собой. Но они любят это дело. Хотя вот тут одна девушка приезжала, там работает, и она говорит, знаешь, а девушке там, ну, не знаю, тридцатник. И она всюду куда приходит, ей говорят, ну, ты замужем, там, сколько там детей, трое, четверо, там, и все. Она свободная девушка. Они никак понять не могут. Они как же, говорит. Ну, да, как-то не по-людски, вот, а она еще ищет себя, говорит, там, как-то, я не знаю, в общем, говорит, что просто страшно. Они, говорит, не могут врубиться. То есть, как человек есть, детей нет. Да, пора бы, в своем даже возрасте нам тоже за 30, так к нашим годам тут уже старшим по 10-12 и ни одному. Ну, в общем, такая детская, детская штука. А работа есть? Вот, смотрите, сколько там детей рожают, дети, 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 работа есть? Так, что по работе? Самое интересное сейчас, есть такой фрезал здесь, что да, youth is growing like crazy, потому что Калифорния разглядела дешевые земли под аренду, под стройку, под все, везут. Я вот буквально пару недель снимал назад, здесь недалеко у нас, открылся Database Center, куда Facebook свои какие-то сервера привез, Google какие-то свои сервера привез, какие-то биткоинщики там что-то майнят. И, в общем, понимаешь, что вот я сейчас с этой недели вот тоже выхожу на рынок, и я как-то с легкостью так подал, наверное, уже буквально за пару-тройку дней на пару десятков вакансий, потому что смотришь, что просто вот IT именно сфера, то есть у нас две сферы сейчас очень круто развиваются, это IT, потому что, как сказал, Калифорния все везет сюда, и порой даже не перевозит, так скажем, своих сотрудников, нанимает здесь. Так они же не хотят уезжать-то, что же они поедут. Как же у нас таких-то, да. А вторая сфера, которая развивается, это строительство, потому что Salt Lake, сейчас он же, опять мы, по-моему, выиграли право проводить Олимпиаду в 2030 году. Правда? У нас, по-моему, да, мы это все-таки... А что, может подъехать, если доживу, там вообще все-таки 12 лет еще, наверное. Ну, вообще, да, как-то провоцируется. Да, в связи с этим, то, что привозят компании, глобальный рост недвижимости, людям надо где-то жить, они хотят где-то жить. Скажите, вот, раз уж мы про недвижимость, вот, квартирка там, One Bedroom, да, или что-нибудь, почем? Так, One Bedroom где-то, ну, в Даунтауне ничего не купишь, потому что в Даунтауне все хотят только сдавать. Не, не купить, ну, снять сколько стоит? One Bedroom в хорошем где-то месте можно найти, я думаю, до 1000 долларов. Это как вот половина от нашего. А купить? А купить? Расскажите, какие цены у вас там? Значит, однобедрумная где-то будет порядка. Ну, мы говорим конкретно о городе Солтайк-Сити, не то, что там где-то полтора часа пилить в непонятном направлении, так скажем, там, в 15-20 минутах езды от Капитолия, вот, чтобы точно было. То есть, двухbedroom где-то можно взять сейчас тысяч, да, 170-180. А сдается она за? Сдается она где-то за 1200-1300. Такой ценник. Однобедрумная, соответственно, мы просто никогда их не рассматривали, однобедрумная. Ну, да, да. А их мало, мало очень, конечно. Да, то есть, я думаю, где-то можно до 1000, там, за 800 что-то найти, вот, но это не даунтаун, конечно, будет. В даунтауне, наверное, надо где-то коэффициент полтора включать, потому что это будут новые, классные, с бассейнами, там, на крыше всякие такие комплексы, куда хочется заманить всяких спатов. То есть, что считается приличной зарплатой, вот так можно жить, вот, или там доход на семью. Юта как-то, да, не славится своими такими доходами, но все идет в положительную тенденцию. Ну, и так, как бы, по отзывам, начиная разговор где-то от 60 тысяч в год, в принципе, люди чувствуют себя комфортно, но это семья, там, мама, папа и один ребенок. То есть, мне, честно говоря, непонятно, как там можно выживать с пятью детьми на эти деньги. Нет, ну, если один ребенок, и они снимают даже вот этот ту бедрум за, там, 1200-1300 в месяц, у них еще очень много остается. Нет, нет, это в этом отношении, да, я говорю, это для семьи, вот, для строительства. Не даже комфортно это вообще там. Нет, все хорошо, да. Ладно. Что же, хорошо. Так, а сколько там у вас тестировщики зарабатывают? Там не смотрели? Тестировщики, ну, то, что мы сейчас обсуждаем, то есть, какие-то совсем-таки entry-level начинается, там, от 20, это даже может быть какой-то internship, допустим, оплачиваемый. Для internship и 20 это нормально, да. Да, то есть, а если какой-то начинается более предметный разговор, который depends on your, там, experience, то начинается, там, 26, 28, там, 30 долларов, это вот такой базовый с какими-то такими. Ну, как везде, слушайте, и в Сан-Диего были бы те же, там, 30 долларов, но все-таки у вас дешевле, там, ну, или там... У нас жить дешевле, да, вот в этом отношении. Жена что говорит? Говорит, давай, говорит. Давай, говорит. Жена, давай, Женя, тестируй. Да, поддерживает, так скажем, меня в этом направлении. Давайте мы теперь, значит, вернемся на год назад, вы приехали в Бюту, значит, информации никакой нет, а как вы попали именно в Бюту? Ну, вот, мы приезжали, у нас был такой большой трип по Америке, мы ездили там в Нью-Йорк, Лос-Анджелес и в Ют, хотели вообще изначально посмотреть на все эти лендскейпс, потому что у меня это было прямо на вышлисте, там, после Исландии, наверное, потому что очень круто. И как-то мы так приехали, ну, смотрите, как вообще, вот, тут неплохо все у них. Так, Исландия круто? Исландия очень круто. Хорошо, так, все, заметали, так, хорошо. Значит, приехали вы сюда, посмотрели, сказали, будем здесь жить или что? Ну, нет, просто очень такой город приятное впечатление оставил после себя, потому что, проживая очень долгое время там в Москве, то есть, да, начинаешь уставать вот от этого мегаполиса, и там, не знаю, ребенка свозить в зоопарк уходит там целый день, ставьте логистику. Он все еще на красный приступ или уже куда-то его делят? Не, ну, там же все у нас. Окей, ну, слава богу, хоть свирей пощадили. Так, ладно, хорошо, там хороший был зоопарк сейчас. Не, не, один из лучших в мире, наверное, какой. Значит, хорошо, теперь движемся, приехали вы, что побудило вас начать канал на Ютубе и именно про Юту? Вот что произошло? Вот хотели с собой заполнить вот эту вот информационную пустоту, потому что, когда мы пытались что-то найти, как я говорил, ничего не было, то есть, мы решили рассказывать, что такое Юта, что такое Солт Лейк, как живется с мормонами, а что здесь вообще происходит, что посмотреть, куда сходить, то есть, ну, сколько стоит жить, то есть, на все эти вопросы, как любой там популярный блогер, да, из Нью-Йорка, которых уже, наверное, сотни, мы на это все отвечаем, и Юта такая становится перспективной, отчасти уже перспективным направлением, потому что люди пишут, интересуются, хотят переехать. Были у вас какие-то уже поселенцы, которые на ваш канал откликнулись, вот вошли в какой-то контакт, потом приехали, и вот они как-то вот вокруг вас растет какая-нибудь тусовка там из соотечественников? А вот такого пока еще нет, пишут просто, интересуются, там, хотим переехать из Майами, допустим. А, вот, кстати, да, одни люди переехали из Майами точно по каналу, да. А чего это они? Из Майами-то чего? Жарко. Ну, такая фраза уже как-то вот начинается, говорит, да это уже какая-то не Америка, что ли. Это есть, это есть, да. Все как-то вот сложно и жарко, поэтому хочется как-то вот покомфорнее. Ну, это мы говорим, конечно, о людях семейных, о которых уже какой-то комфорт, чтобы детям было как-то удобно там ходить. Совсем по пляжам, да по пляжам. Да, это классно переехать, наверное, 18 лет, там, пожить несколько лет, накупался, натусовался, а уже 30 плюс смотрят несколько в другом направлении. Понял, то есть, а трафик у вас там существенный или там, допустим, вот если бы вы сделали видео, вот как часто вы делаете? Ну, вот, прошлый год я выпускал каждую неделю по видосику. Ну, а сейчас? То есть, вы продолжаете? Ну, сейчас у меня пока это музыкальная пауза, был Новый год, Рождество, и сейчас поиски работы, поэтому сейчас это готовим пока. Хорошо. Значит, итак, итак, раз в неделю делаете видео. Если посмотрим через месяц примерно, вот сколько это за месяц будет просмотров, так, ну, в среднем? Если тема очень такая жаркая, сколько же стоит жить в США или там какой-нибудь такой... За что я ненавижу Америку, там... Да-да-да-да-да, 10 причин ненавидеть Америку, то это видео может, там, за первый месяц, там, пару тысяч просмотров набрать, да, и в итоге, там, у меня есть такие видео, у которых, там, несколько тысяч просмотров, там, Новый год США, сколько стоит жизнь в США, там, и все прочее. Все остальное, то есть, какие-то такие мои, там, рассуждения о том, что произошло, что случилось, по какому-то САБЖу, то есть, ну, там, я набираю за первый месяц, там, от 100 просмотров, там, может быть, 200-300. Ну, я глянул на ваш канал, так, мимоходом, но там у вас где-то тысячи-полторы подписчиков, да, то есть, нет, есть такое, да. Их там не сто, то есть, они не то, чтобы там, они даже половина смотрит все, вот такого нет. Ну, да, да. Опять, допустим, выходит интервью с риэлтором какое-то, то есть, там от 1000 сразу, потому что это длинное интервью, там, на час отвечаем на все вопросы, что, как, почему. Русскоязычный риэлтор. Русскоязычный риэлтор, да, то есть, смотришь, что аудитория как бы по этому подтягивается по поводу, или я там выкладывал, как я ездил с Орлом и Решкой снимать тут юту, то есть, там, раз, как, какая-то активность вспыхивает по этому поводу, ну, люди хотят каких-то, вот, жареных новостей, или узнать, сколько же денег надо, чтобы жить, там, в США, или еще где-то. Да, я, на самом деле, когда вижу вот это, вот, 10 причин, там, или 5, есть 10, а есть 5 причин, любить Америку, или ненавидеть Америку, или хотеть уехать, или, там, иммигрировать, или, да, вот эти вот, я думаю, а кто же это смотрит? То есть, название настолько провокационно и, как бы, рассчитано, ну, как сказать, на неприхотливого. Ну, неприхотливого. Да, да, конечно, неприхотливого больше, конечно, это понятно, но как-то, не знаю. То есть, хочет человек переехать в Америку, но не может до конца, там, себя как-то замотивировать, идет, вот, на канал Михаилу, или смотрит, там, 5 причин, за которых люблю Америку, и еще больше себя накручивает. Но у меня нет, у меня такого нет. Ну, у вас такая, то есть, вообще, хочу спасибо сказать отдельно по поводу канала, очень много, я не хочу сказать, что я все прям пересмотрел, но такой был, как новостной такой у меня канал. У меня какие-то, знаете, бывают приступы такого кризиса, потому что, я думаю, ну, у меня свыше 7 тысяч видео. Я думаю, ну, что есть такое, чего я не рассказал по нескольку раз уже. Не, ну, конечно, время идет, там, и все, но, поэтому для меня так наиболее, ну, что мне хотелось бы снимать. Вот я люблю снимать, там, допустим, девчонок красивых, там, у меня в школе вообще тут кардебалет прям, я думаю, не может же в одном месте столько симпатичных девчонок. Они еще, знаете, глаза горят, они же не просто вот так, как в журнале, понимаете, они же обалденные совершенно. Ой, и так они еще, знаете, отваливают, я говорю, вот работа найдут, а нас снимут, там, что-то, я говорю, красота же не изменит мир, не спасет мир, если ее не показывать. Точно. А они вот так вот отваливают. Я люблю снимать вот эти встречи в аэропорту, но это много не невозможно, это редкая штука, но все равно там такой драйв, и народ эти свои лайки ставят, и обычно они очень-очень симпатичные, эти ребята, которые приезжают. У меня пару раз всего было, когда я поснимал, поснимал, вывешивать не стал. А, как-то были такие случаи на производстве, да? Были, да, но очень-очень-очень редко. В основном, любой человек, по-своему, интересен, и ему есть, что сказать. Иногда он что-то такое, знаете, скажет, полемическое, и там все начинают сразу это самое... Разбирать на цитаты. Ну, спорить, там, ругаться, там, еще что-то. Вот у меня последние, несколько дней назад, я там, говоришь, у меня в Питер на конференцию там приглашают. Ой, там разродилось целое. Да, и процентов 70 говорят, да бог с вами, разве можно там вам наркотики подсыпать или что-нибудь там... Ну, я говорю, заметут, да? Ну, так я в шуточном так, но... А и процентов 70 говорят, что, конечно, даже не думайте, а еще процентов 30 обижаются, там, человек 15 писались возмущенно. Да, как же я на родину, там, ты-то замахнулся, там, и все. Вот. А такие темы, поди знать. Это редко под каким видео столько комментариев, знаете, бывает, сколько по теме опасно или не опасно. Понимаю. Особенно сейчас, когда просто мы таком на острие наших взаимоотношений между двумя странами. Это такой актуальный, не совсем в хорошем смысле, контент. Я даже думаю, что это не связано с отношениями между странами. То есть, может быть, это как к фону добавляет, к тому, что люди нервничают. Но я думаю, это как бы зависит от внутренних причин. То есть, какие-то проблемы решить собственные, попытки решить собственные проблемы за счет отвлечения внимания от них. Вот там вот на это и на это вот там забор какой-нибудь. У нас проблем мало, потому что забор, нет больше проблем у нас, кроме как забор поставить, под который уже сейчас это подкопано, что угодно. И сейчас вот допрос идет этих самых мафиозников, там это самое Ильчапо, как там его, вот я не помню эти имена, мексиканские наркодилеры, они говорят, а мы через открытую границу ничего не перевозим. Это опасно очень. Мало всего, если бы не знали вдруг. Заметут там или что, говорят, мы не пользуемся. Нам говорят, через границу все наркотики, но они же не так идут. Три забора поставить, они без этого обходят. Поэтому, я думаю, вот это вот из той же серии, то есть, для чего это нужно? Отвлечение внимания от внутренних проблем, которые люди реально беспокоят. Ну, хорошо, но вот вы делаете эти сюжеты. Какие вопросы вам люди задают? Ну, естественно, когда только все это начинается, всех всегда интересует, как говорится, где, почем и сколько. То есть, сколько стоит жить, сколько стоит зарабатывать, сколько стоит вообще вот то, это. Все любят очень сравнивать и все прочее. Спрашиваю, в целом, вообще, про комфорт, потому что Юта, ну, что-то такое не совсем изведанное. Ну, и, наверное, третья популярность такой момент. Это вообще, а как вот человек переехал в Юту, значит, вы мормоны. А если не мормоны, а как же вы тогда с мормонами, а вот правда ли, что они там все вот держат? Этот вулкан-то, который сейчас уже много лет сейчас вот-вот взорвется, как его? Геллоустон. Вот, это же у вас там, да? Ну, нет, это чуть посевернее там уже, Айдаха, Вайоминги, это все. А, это не прямо у вас? Нет, ну, если он взорвется, то будет ощущение, что прямо у нас, потому что вряд ли мы там успеем что-то с этим всем сделать. Убежать. Да, то есть, это тоже, то есть, вот такая вот тематика, потому что много вопросов всегда, когда люди как-то что-то знают о месте, слышат, они начинают рассуждать какими-то стереотипами, а-ля как про Нью-Йорк или Лос-Анджелес, а Юты все-таки, ой, а что это, так-так-так, это Олимпиада, значит, была в Солд-Эк-Сити, мы знаем, мормоны. Никто не знает олимпиады давно. Да, и все, и на этом весь словарный запас заканчивается, поэтому... Ну, да, мормоны, ну, национальные парки еще, то есть, Юта славится национальной паркой. Да, да, это здорово. Ну, так, то есть, вы как бы рекомендуете, то есть, вы просто рассказываете, или вы так заодно еще рекомендуете? Мы рекомендуем, мы рассказываем, мы во всех целях, мы в целях просвещения, в целях ознакомления, рекомендации, вот, поэтому я, так скажем, один из последних даже сюжетов сделал, вот, типа, все спрашивают, говорят, а что вы тут хвалите и хвалите, а что, ничего плохого, что ли, нет? Да и, как бы, и плохое есть, но везде плохое есть. Вот, по уровню, там, суицида, допустим, Юта, там, занимает не самые, там, радужные какие-то такие места, и там у нас... Почему? Ну, я не хочу, как бы, эту тему развивать, потому что у меня мнение по поводу этого, что это проекция, вот, образа жизни ЛДС, потому что, когда детей начинают... То есть, у нас один из самых высоких suicide rate среди тинейджеров, среди взрослых, и мне иногда кажется, что просто детей как-то вот передавливают, когда их изначально как-то вот, скажем, привлекают в это все дело, и они, как бы, смотрят, что их там сверстники, грубо говоря, в школе живут одной жизнью, а они другой, и как-то не могут это изменить, ну, как-то, я вот сомневаюсь, что это все из-за несчастной любви происходит. Но нет ощущения, что вы... Знаете, вот островной синдром, вот где-то там люди на Гавайях живут, вот он на острове, и все, весь остров этот знает, и вот такой синдром. А у вас такого нет? Вы, как бы, изолированы все-таки от остального мира, там, горами? Ну, вот это тоже приписывает, что это так называемый mountain belt, да, какой-то, что вот мы там... Ну, как можно быть изолированы в горы, можно выйти в горы, выехать, и в переносном смысле, там, умереть, от красоты, потому что вокруг 13 горнолыжных курортов, которые там полгода действуют, ну, 6 месяцев в году, кругом национальные парки, озера, по-моему, вообще... Если поехать, сесть на машину и поехать, вот, что у вас будет ближайшее такое, крупное, большое, населенное? Если поехать из Солт-Лейк-Сити... Да, ну, не знаю, до Чикаго далеко? Далеко, конечно. А что ближе? Может, у вас там Денвер ближе? У нас Денвер и Лас-Вегас, то есть у нас все ездят отрываться в Вегас, потому что Вегас, это... Ну, не оторваться в Вегасе, да, это сложно. Вегаса у нас 6-7, как говорится, с какой скоростью ехать, часов езды. На машине? На машине, по живописному. Это как у нас в Долос-Анджелосе, например. Да, вот мы вот ездили... А это горная дорога, ее может засыпать? Не, ну, нет? Да, вот зимой там, конечно, это надо внимательнее смотреть, потому что это путешествие может превратиться в очень такой серьезный трип. А так мы вот ездили на Юту, на концерт, чудесно вообще, сели, приехали, за 7 часов добрались, и хорошо. Авиационное сообщение, оно такое, как бы сказать, разнообразное, то есть куда хочешь полететь, можно ли там сюда с пересадками? По штатам, понятное дело, что куда угодно, и что касается вот интернациональных рейсов, это возвращаясь к вопросу о строительстве, да, то, что здесь сейчас у нас это развивается, полностью перестраивают Salt Lake International, аэропорт, я уже не был там год, ездил недавно встречать, аж вообще даже не понял, куда я приехал сначала, то есть развивают глобально, то есть это говорит о том, что есть какие-то перспективы роста, серьезные, если таким образом перестраивают аэропорт. А так, из прямых рейсов можно улететь в Париж, в Амстердам, в Японию, в Токио, ну, немного, так скажем, наверное, пяток вот каких-то рейсов, таких основных, в основном вот европейское было направление, то есть в Россию только с пересадкой, там можно улететь, ну, или куда-то вообще в ту материковую зону, то есть через пересадку в Париж, Амстердам. А, да, туристов вообще много? Туристов много, то есть вот так смотришь, едешь, особенно когда в парке, ну, то есть у нас две категории туристов, то есть зимой все сюда приезжают на горнолыжный курорт, вот у нас тут основной парк-сити курорт, сюда Америка съезжается, и люди даже иногда приезжают из Европы, так сказать, сравнить, а действительно у нас тут самый лучший снег на планете, как написано у нас на этих registrations, плейд. Вот, приезжают зимой на, это одна публика приезжает на горнолыжный курорт, а летом это, конечно, со всего мира, национальные парки, всем, Мангзаем, да, то есть это, как всегда, ну, классика жанра, китайские туристы автобусами, вот, и прочие все представители. Но рейсы есть на Китае, вы говорите? Япония. Япония. Насколько я знаю, Япония есть, про Китай не слышал. С пересадками, ну, понятно. А как их отличить-то, может, они из Японии? Вот, нет, вот китайских туристов их как-то вот отдельно можно вычленить из столовой, они как-то наиболее кучкуются и шумно себя ведут. Хорошо, а вот на Гавайях, там, знаете, там, интересно, там, на острове Оаху, там, где Гонолу, там, вот, курортовые кики, и там очень много японцев, и они так ходят, знаете, группками, и там впереди человек идет, он несет такой значок там, что-то написано, вот он там идет. И там за ним, таким гуськом, автобусы свои, гостиницы. Ама-утка и утят. Да, да, да. У меня приятель поехал как-то на Гавайи, вернулся и продал, значит, свои там японские автомобили, купил американские. Почему? Сердце у него обливалось кровью, ну, то есть, как территория американская, а там белок чех не видать. И я, кстати, как-то, у меня была куртка кожаная хорошая, зацепила во что-то, порвал, думаю, куплю на Гавайи. Вот, и, а там шопинг, там, он и европейский, и американский, там, вся фирма в одном месте. И я не смог, потому что самый большой размер, там, был large, мне нужен extra large. В одном месте был large, а так и large нет. Я говорю, а что такое, и вроде дизайны хорошие, я бы хотел, но они говорят, Japanese shop, Americans don't shop. То есть, мы туда едем, там, в песочках полежать, а японцы едут на шопинг, там, как-то, все для них. Ну, да, собственно, спрос рождает такое вот предложение, да, специфичное. Ну, что же, хорошо, значит, я вот думаю, вы будете там рассказывать, как работу искали? Да, как это все закончится. За вами следят люди, которые вас там, они знают, что вы, там, движетесь в эту сторону, или вы их скрываете? Ну, вот, не, не, я с прошлой недели об этом, как бы, заявляю здесь, и даже среди, на самом деле, учеников портнов компьютер school есть, друзья знакомые. А вы знаете кого-то прямо там? Да, 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 мы здесь все как-то нашлись, ну, у нас здесь как-то попроще найти. Да, да, вас там не много, конечно. Да, и тут, ты смотришь, один, второй, третий, и как-то все уже, это, тут, между друг друга. Комьюнити. Комьюнити, да, поэтому сейчас вот посмотрим, как это все начнется весело, закончится, надеюсь, тоже положительно. Ну, есть работа, если уже люди из других мест туда приезжают, то нам иногда ребята вот звонят оттуда, говорят, дайте кого-то, тут на месте нету, и мы там начинаем шуровать, там, может, кто-то захочет поедать. Я за него. Обычно есть, обычно есть желающий, но вы уж там на месте, вам еще проще. Ну, что же, хорошо, так вы мне знаете, что вы мне скиньте в скайпе ссылочку на свой канал, чтобы я не искал, вот. И мы так его раз туда вставим, кто у нас ютой интересуется, пусть приходит. Сколько у вас сейчас видео-то уже? Ну, уже, если я так, простой, самая арифметика, если посчитать, то в течение года, каждую неделю, то минимум уже 50. Полусотня есть, да. Ну, что же, хорошо, а супруга ваша как относится к вашему вот этому блогерскому занятию? Не говорите, что на меня время не тратишь, на семью не тратишь, все тебе там эти зрители, нет? Ну, нет, если посмотреть внимательно на некоторые видео, то супруга также там может быть замечена в течение всего видео, она также рассказывает. Участвует. Да, да, пусть у женщины порой свое есть, так скажем, видение всего происходящего, что добавляет, конечно же, разнообразие. Ну, не до слова. Ага. Да, так, а моя уже и стримы начала вести, что-то. Она как вес потеряла, у нее какая-то другая энергия дополнительная возникла, и она говорит, я тоже буду стримы вести, говорит, не знаю, что расскажу, но мне только вот дорваться. А что, сейчас, по-моему, в этом отношении просто тебя вопросами там закидают так, что только успевая отвечать? С одной стороны, с другой стороны, вопросы повторяются. Вот если, допустим, ты ходишь стрим на стрим на стрим на стрим, то я думаю, что, скажем, 100 стримов по вопросам отвечено, можно было бы там двумя-тремя ограничить. Да, но проблема в том, что люди порой не хотят смотреть какой-то старый стрим и найти ответы на эти вопросы, они хотят зайти в новый снова в 100 раз. Ну да, а ты-то очередной раз рассказываешь, больше того, есть люди, которые все подряд смотрят, и они говорят, а что, опять то же самое? Ну да. А некоторые хотят чувство соучастия кого-то, потому что я задал вопрос, то есть, и вот это мне ответили. Стримы смотрят больше, чем обычные видео, то есть, скажем, на стриме у меня железно 10-11 тысяч просмотров, ну не сразу, но со временем. Ну, в течение. Ну, там, за пару недель будет 10-11 тысяч просмотров, то на обычном видео меньше, если только это не что-то такое жареное, там, с коринка в лотерее, там, что-нибудь, там, запретили, или, там, наоборот, обычно, на запретили больше трафика, чем разрешили, там, вообще. Ну, что же, хорошо, давайте искать работу, и, значит, вы тогда, как найдете, мы тогда соберемся, вы расскажете, там, так и назовем, поиск работы, там, на тестировщика в Юте. Да, конечно. Хорошо, ладно, счастливо, супруге, привет, ребёночку сколько вашему? Три. О, демасечка совсем. Ну, конечно, да, такой возраст. А вот попадание в Юту не побудило вашу жену так вот думать о пяти, о шести, там? Вот о таком количестве нет. То есть, это не стимулирует? Не стимулирует. Ну, хорошо, ладно, ладно. Хорошо, давайте, счастливо тогда, и до скорых встреч.